Дело в том, что я пришла на выборы, и у нас есть свои спостерегачи, свои члены комиссии. Но я человек такой подвижный, мне тяжело сидеть здесь, и я решила уйти домой. Я вижу, что есть кому-то наблюдателям быть на выборах. Это было в 10 часов утра. Я прихожу в магазин, и в магазин наш центральный, там предприниматель, выдаевич Сергей Михайлович. Он является депутатом сельского совета. Я захожу в магазин, покупаю то, что мне надо. Ложу продавцу деньги, и она уже мне не дает сдачу. Но это было для меня неожиданно, я была не готова к этому. Забегая, именно забегая в магазин, житель села Кошар, Марков Григорий. Его жена тоже является депутатом сельского совета от Кошар. Он, говорят люди, я точно не знаю, работник ТИСа. Забежал с таким приподнятым настроением и говорит, дай мне горючего на выборы. Я сразу даже, я вообще не обратила внимания на это. И продавец так возле прилавочка, так чуть-чуть не на полу, на какой-то стоечке там, наверное, вытаскивает ему 4 плоских бутылки водки. И он берет эту водку такой довольный, со смехом. А я растерялась. Я слышала в прессе, телевидении, но у меня на глазах такого никогда не было. И со мной-то никогда никто не поступает, ни от кого, ни денег не возьму, ничего. И я не знала, что я говорю, стой, стоять, кричу. Я испугалась прямо, потому что у меня такого в жизни не было. Я его за руку поймала, он вырвался и побежал. Я продавцовую, говорю, вы что делаете? Я возвращаюсь на выборы сюда, захожу при всех избирателях, при комиссии. Говорю, слушайте, мы тут бюллетними голосуем, а там водкой рассчитывается. Это что? Я завозмущалась. Не знаю, чье телевидение, которое с утра было у нас на выборах. Девушка с этого телевидения говорит, идем с вами магазин. Приехали в магазин, зашли. Я взяла еще одного депутата сельского совета, Риско Анатолий, зашли с ним вместе. Девушка говорит, где вы стояли, как следователь? Я говорю, я вот тут стояла. Она подзывает продавца, эту нашу сочавскую девушку, Андрюхева Катя. Ну, она хороший, нормальный человек, ну, по долгу службы, наверное, но меня бы не заставили. Я бы этого не сделала, я заболела от этого. Я бы так не поступила. Пусть я бы лучше ушла с работы, я бы ту водку им на голове. Я бы этого не сделала. Но она испугана вся, говорит, он пришел и говорит, заплатил утром деньги, а вечером пришел забирать водку. Ну, мы на телевидении спрашиваем, а ваша точка зрения, моя точка зрения. Я говорю, ну, чтобы это дошло выше эшелоны власти, чтобы они почули, что это делается. Во-первых, эти приехали с кошар люди, да, любят, видно, выпить. Вот этот перегар в зале, и нафталин пропитана эта одежда. И получается, это выборы решают вот эти пьяницы. Ну, конечно, это меня возмутило до смерти. Я пришла домой, я звонила на горячую линию президента Украины, на горячую линию премьер-министра, в МВД Украины, ну, ответ один, дали номер телефона в выборчей дельнице, в территориальной украинской выборчей дельнице. Ну, хорошо, я понимаю, как депутат Нижского созыва, Сельского совета, эти выборы не правомерно. По закону выборы не должны проходить. У нас должно быть обговорение громады, слухание называется. Это такая постанова Кабинета Министра. Во-первых, выборы нарушены. На каждом углу людей обнимали, целовали. Тех стариков по 90, по 80 лет так чествовали. Ну, это видно было, что это пот. На прямом эфире выбрали интервью. Ну, я уважаю этого молодого человека. Это глава Кабинетерской райадміністрации Наталуха Дмитрий Андреевич. Да, он сказал, что... Да, я прямо его слова записала. Он сказал, что должно быть качественное социальное... Ну, как бы, обслуживание населення. Вот это мы идем до такой якости. Речки, водки. Люди идут, говорят. Вот мы планируемся. Спасибо вам противоположной стороне. Спасибо вам, что вы, типа, нам помогли. В чем им помогли. Я, как депутат сельского совета, я вот взяла газету, которая в Южном, да, зарегистрирована. Я сторонник Южного. Вот у меня написано думка депутата сельской сельской рады. Моя фамилия. И меня, знаете, поражало. Я людям говорила, как вы на это относитесь до того, что до вас приходят с анонимками. И говорят, что все хорошо. И в конце анонимки. Никто не подписан. Во-первых, глава села должен был сделать звук. Раз в рік. Депутаты також. Мы построим, наверное, правовую государству. Но эта водка, вы знаете, я насколько активный человек, но я, наверное, больше никогда в жизни не пойду на выборы. Я это меня возмутило, я заболела, у меня давление поднялось. После этой водки я больше, ну, честно говорю, не отвратительно это все. Я, наверное, на выборы ходить не буду. Доброе. Скажите, будь ласка, вы чи склали акт про порушения? Чи написали что-то кудись, чтобы зафиксировать? Я не знаю, что писали мои коллеги. Я зашла, я потеряла голос, честно вам скажу. У меня я никогда ничего в жизни не боюсь. Я насколько прямолинейный человек. Я просто была поражена, что это у меня на глазах. Я говорю, тут надо какую-то весельницу вцепить, повешать пару человек, чтобы это больше бардака никогда... Ну, он продолжается. Я не знаю, я возмущена до пределов. Это у меня первый раз в жизни такое получилось на моих глазах. Надо было мне в тот момент попертися в тот магазин, чтобы вот эта махинация с водкой у меня... Заходим, какая водка? Ну, я не пьющий человек. Я говорю, а ну покажите, какая водка? Ну, она была меньше по емкости. 93 гривни хлебный дар. Я говорю, нет, она была меньше. А там уже закончилась. Это были меньше бутылочки. Масово она разошлась с сычалки. Человек, давайте сейчас поедем на дом. Лобов Александр. Это уже пожилые люди. Бабушка, инвалид. Привез ее на выборы. У них еще мотоцикл советских времен. Приехали на выборы. Дзвонят соседи этого Лобова. Говорят, там водку под домом культуры раздают. Я в шоке. Вы говорите, вы что-то будете делать? Но я не знаю, что можно сделать. Вот я дозвонилась на горячую линию премьер-министра. Мне дали эту территориальную выборчую комиссию. Но я понимаю, что территориальная выборчая комиссия вмешаться у нас в процесс не может. Потому что эти выборы неправомерные. Это выборы, это подкуп. Это прямой кок. Если в кабинете министров сидит, сколько народа, сколько премьеры, вице-премьеры, ну пускай посмотрят на эти выборы. Это смеха панорамы. Я говорю, насколько я активная, но я, наверное, после этого на выборы ходить не буду. И у детей научу. Это мразь. Как можно человека купить за вонючую водку? У них денег нет. И они машиной, это жигули, такой бургон, возили этих пьяниц. Заходит толпа. Приехали. О, это скашар. Тут звонок опять же нам на выборы. Говорят, сейчас выдающий Сергей Михайлович там Фадеева в Сычаке. Ну, он неплохий парень, но он любит выпить. Только сказали, Фадеев заходил на выборы. Уже только сказали, уже его подвезли. Это называется выборы. Я вас больше не надо. Это депутат Маркова, да, организовала? Это депутат подвоз, делала Маркова, да. Они хотели урну поставить в кашарах. Но никогда на президентские выборы даже не было урны. Мы возмутились. Как это урна в кашарах? Там никогда не было. Она говорит, людям тяжело приехать. Ну, туда автобус посылали. Девять, у три и в шесть часов. Ну, они лично своей машиной подвозили этих людей.